От грызунов и клещей территории обработали, воду проверили, кухонное оборудование закупили, медицинские кабинеты отремонтировали. Детские оздоровительные лагеря Самарской области к приему детей готовы. Родителям, собирая свое чадо в лагерь, необходимо не только положить зубную щетку и полотенце, но и не забыть о прививках. Сегодня многие принципиально не делают прививки детям и лагеря в отдыхе таким ребятам отказать не могут. Но иногда это приводит к тому, что ребенок заболевает и оказывается изолирован от коллектива. Мы живем в обществе, которое не всегда эпидемиологически благополучно, у нас есть заболевания, ну как корь, как полиомиелит, которые в общем не побеждены окончательно. И ситуация может складываться любая. В этом году на территории региона будут работать 745 лагерей, 686 из них дневного пребывания, 59 загородных. Список расширился за счет санаториев, где дети могут не только отдыхать, но и получить медицинские процедуры. Большинству родителей за смену придется заплатить от 30 до 40 процентов от стоимости путевки. Бесплатные путевки предоставят детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и сиротам. Некоторым школьникам повезло отправиться за тысячи километров. В этом году помимо отдыха детей на территории Самарской области будет организован отдых детей, планируется в Республике Крым. Планируем направить 300 детей в оздоровительный лагерь. И на Черноморском побережье Краснодарского края 590 детей. Планируется, что отдых и в Республике Крым, и на Черноморском побережье Краснодарского края будет в августе текущего года. Всего за летний сезон в Самарской области отдохнет и оздоровится больше 100 тысяч детей от 6 до 18 лет. Бронирование еще не закрыто и освободившиеся путевки можно выкупить. Важное условие – не забыть обратиться в Центр семья по месту жительства за уведомлением о подтверждении оплаты родительского взноса, чтобы ребенок точно отправился в лагерь.